Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии радио «Болтком» Евгения Шерменева, ведущая программы «Без антракта», звукорежиссер Евгений Копеин. И в студии сегодня в гостях у нас здесь на радио директор Национального театра драматического Латвии Янис Вимба. Доброе утро. Доброе. Спасибо, что выбрались. У вас сейчас переход к новому сезону. Вы официально открылись с новым сезоном в августе. Уже 6 августа. 6 августа. Но этот год очень странный. Это два сезона, которые перетекают один в другой. Да, это очень необычно, очень сложно и очень нетипично. И сразу очень интересно, как начинать новый сезон, если старый не закончился. Но мы как-то стараемся делать это, играть в театр. Театр стоит там, где стоит, и люди приходят. И нас это очень волнует в позитивном смысле. Вдохновляет вас, да? Преданность ваших зрителей. Так что, зрители, спасибо вам большое. Ваша преданность вдохновляет актеров на новые премьеры. Мы об этом сейчас поговорим. Мы поговорим о том, что так, на мой взгляд, трагично завершился прошлый сезон. Потому что для меня, как для человека, работающего в театре, мне кажется, что это очень жалко, что премьеры, которые состоялись, например, в конце февраля, в начале марта, были сыграны один-два раза. И потом вынуждены уйти как-то куда-то на склад, на какой-то. И как их восстанавливать потом, этих детей, которые только успели родиться и должны были опять уйти в консервацию. Как их показывать, как их играть, если мы знаем то, что мы знаем сейчас. Потому что они же были сделаны, зная то, что мы знали тогда. Сейчас уже мы по-другому чувствуем, по-другому думаем. Да, это очень интересный вопрос и очень сложный вопрос. Мы стараемся это делать. Конечно, сперва малые залы и новый зал. Потом будем и с большими залами просто играть тех, которые сыграли очень мало или вообще не сыграли. Но на счет премьеры мы придумали, что мы будем все-таки ставить эти спектакли. Мы говорим на счет два спектакля. Это Элмар Сенкос и Том Стрэнс, оба, которые не сделали премьеры. Это будем через год все-таки делать. То есть это то, что должно было выйти в конце сезона, в весенние месяцы. И пришлось это все отложить. Начали работу и пришлось отложить. А вот те спектакли, которые... Гордость и предубеждение, который вышел на малой сцене, сейчас играется, но большой. Я хочу сказать зрителям, что это, конечно, удивительное зрелище. Я несколько раз видела в жизни такие переносы, которые не вредят, а помогают, наверное, даже спектаклю. Да. Те спектакли, которые у вас планировались на малой сцене, вы сейчас играете на большой, потому что вам нужно посадить тех зрителей, которые купили билеты, а там они не помещаются. Да. И у вас есть, зрители, шанс докупить билеты, потому что вы докладываете из-за того, что зал большой, у вас есть еще возможность дополнительного привлечения зрителей на эти спектакли. Да. Спектакли большой сцены вы пока не ставите в репертуар, или вы будете играть премьеры прошлого года? Будем играть после 17 сентября, когда состоится премьера нашего концерта, который тоже не состоялся, театральный день, но мы переставили, передумали, как это делать и что делать, и начнем с этого, но потом будет Ярма, Тукшайзец. Угу, это Гарсиа Лорка, которую поставила Инна Раслуцкая, вот как раз в начале марта, и было сыграно там немножко совсем спектакли, пару спектаклей, замечательная премьера. Будем играть, несмотря на то, что там зритель будет меньше, может быть еще меньше, не знаю, что происходит в мире и в Латвии будет произойти, но будем играть, несмотря на ничего. Ну, это замечательно. Я хочу задать один вопрос. Проверить, прямо вот сейчас в прямом эфире, я не задавала этот вопрос специально, и они свыше работали с Кириллом Серебренковым. Вы актер театра, который два года назад, правильно, два года назад принял решение для себя стать руководителем театра и закончить актерскую карьеру, как я понимаю, это официально объявлено. Да. Это не страшный такой шаг было сделать? Очень, очень. Вот я даже сейчас произнесла, и мне так внутри стало холодно от этого. Да, это очень серьезный, серьезный мисль мне был на счет этого, потому что я актером стал не сразу после средней школы, я стал, я учился на экономиста, и это было очень трудно для меня что-то менять, и я придумал, и начинал все сначала, и сейчас опять что-то закончить. Но, наверное, это такое, у меня убеждение из жизни, не знаю, как-то надо идти вперед, 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 вперед. Но вы же были востребованный артист. Да, очень. А у Кирилла какие роли вы играли? Можно я спрошу, потому что мне это сейчас очень интересно. Да, я играл в двух спектаклях. Первый спектакль, который поставил Кирилл Серебренков здесь, в Латвии, национальном театре, это «Мертвые души». Я играл там несколько ролей, у нас было в основном женские роли, потому что там много действующих женщин. Да, спектакль там только мужской по составу. Ну вот, и второй раз мы вместе работали у Войцака, и там я играл такого мистичного, не знаю, я даже не знаю, это человек или нет, мы придумывали вместе с Кириллом, как-то вначале он был вообще такой, не знаю, киборг, или что-то такое с разными такими мыслями, и даже в теле такой необычный, но получился очень обычный человек, политолог, который здесь, в Латвии немало, который что-то делает, как-то делает, никто не понимает, почему и что, но у них всегда есть деньги, всегда они недалеко от власти, и что-то там… Такие советники, да? Да, советники, и это было очень-очень интересно, как, не играя ничего, сыграть кого-то, и как-то делать это вот иначе. Это было очень интересно. Такой голем, да, немножко? Да. Такой персонаж, который из голема вроде превращается в живого человека, а ты сомневаешься, живой он или нет. Так вот, я хочу сказать, что мы же, значит, познакомились, но просто делали разную работу. Я же привозила, когда была директором фестиваля НЕТ, я привозила «Мертвые души» в Москву тогда, вот в 2009 году, осенью, на фестиваль. Но так как я была директором фестиваля и бегала по многим делам, а там параллельно было… 2010-й. Наверное, я не помню, но… Я перепутала, 10-й. Это была весна 10-го года премьеры, и 10-й осенью ему привозили. У нас был чудесный совершенно по программе фестиваль. Мы привезли спектакли, которые поставили режиссёры, вот уже известные для фестиваля НЕТ, в других странах. То есть мы привозили из Литвы спектакли, которые поставил Рик Локаскад, например. Неожиданно совершенно был дядя Ваня в театре Куршуновца. То, что Херманис поставил тогда в Мюнхенском камершпиле, вот «Поздние соседи», которые сейчас тут идут. И тогда Кирилл поставил первый спектакль «За рубежом», и мы, конечно, его тут же собрались и привезли. И привезли, по-моему… Играли в театре Пушкина. Да. На бульваре, да. Нет, в «Гоголь-центре»… Нет, в «Гоголь-центре» никакого не было тогда ещё. Хотя оставалось совсем мало времени, как сейчас кажется, на таком расстоянии, что, оказывается, между гастролями Павшего театра в Москве и появлением «Гоголь-центра» гораздо меньше времени, чем между появлением «Гоголь-центра» и нынешним временем. Вот, так что мы виделись, правда, наверное, в другом как-то формате режиме, но мы точно виделись. Я вас помню. Да? Да. Ну, я помню, что приехал в Большой театр, и был театр Пушкина, и потом мы поехали в посольство, и был большой праздник, и было это всё очень важно и для нас, и для Кирилла тоже очень важно. Вот, Кириллу передаём привет. Да. Привет, Кирилл. Так вот, я возвращаюсь тогда через вот эти воспоминания к тому, что вы для себя решили, что вы больше не играете на сцене, что вы целиком посвящаете свою жизнь и работу управлению. Ну, там ещё было, я два года учился режиссуру, я поставил спектакль, даже два. Не знаю, насколько они существенны для театра, но для меня это было очень важно. Посмотреть на актёр с как бы стороны, что-то побольше понять насчёт театра. Мне всегда интересен был не сам факт, что мы играем в спектакль, но что происходит, что мы делаем, как мы делаем, что происходит с людьми в театре и с аудиторией, с зрителем, что там вообще. И ещё интересно, это, по-моему, бесконечный такой процесс в театре. Поэтому мне было очень интересно учиться, я завершил, и только после этого я стал директором. Ну, то есть вы набрали опыт разный? Да, очень. Очень разный. И теперь весь этот разный опыт вы намерены использовать для того, чтобы Национальный театр продолжал какую-то жизнь и придумывал что-то новое, и двигался в каком-то новом направлении. Да. И стал, ну как, трендсеттером. Ну, вообще, на самом деле, Национальный театр, на мой взгляд, уже давно является трендсеттером. И ваше приглашение режиссёров, и то, что у вас выросли в театре вот это поколение, там, Элмар Синьковс и Валтер Силлис, ну, это те, за кем я слежу сейчас. И кого вы ещё назовёте, чтобы я не перебивала? Валер Синьковс и Интерс Решетинс. Ну, Интерс Решетинс по большинству работают в дали или других театрах. Но у нас он тоже важный спектакль сделал. По-моему, он тоже наш. Чуть-чуть наш. Рейни Суханос. Рейни Суханос тоже наш. Ну, многие. Так же Мария Берзини, которая вместе со мной закончила режиссуру. Я так и другие, там, Дай Гакажу, Оценя. Многие, которые, может быть, по большинству работают как актёры и актрисы, но они знают что-то и... У них есть за спиной ещё другой опыт, да? Поддерживающий. А вот Инна Раслуцкая когда начала работать как режиссёр? Что это? Она жила у вас в театре давно, да? Да, очень давно. И Инна Раслуцкая у нас тоже в штате работает как режиссёр. Но это не произошло два года назад. Это больше времени... Длинный ход был, да? Да. Потому что мне это очень нравится, что театр разрешает себе такие пробы своих актёров отпускать в другую профессию. Ну, это, по-моему, такой процесс, который... Я думаю, что нельзя останавливать и нельзя как-то пуш, ну... И давить нельзя. И давить не надо на этого. Это такой процесс, кто-то придумал, что нет, это я заканчиваю, я хочу что-то другое делать и наоборот. Вот. Извините, это не для меня. Я буду всё-таки актёром. Но для меня очень важно как директору, что у нас разные поколения режиссёры. Я это буду... Сколько я буду вот этим национальным театром как директор, я это буду продвигать, что надо нам разные режиссёры, разные поколения, разные мышления, чтобы мы сами всё время созрели в голове, что мы делаем, как мы видим жизнь. И жизнь, как мы видим, не только с нашей точки зрения, ну вот насчёт меня, я говорю, 40 лет, вот такой возраст людей, но разные поколения. Что мы видим, что мы чувствуем в мире, как относиться к этими проблемами. Так что я очень-очень надеюсь, что мне получится это национальный театр делать как очень-очень разный спектакль, разные мышления, разный процесс, который мы видим в мире и в Латвии. Ну, я бы хотела тоже сказать, что вот этот период, который я застала в национальном, начиная с того, как Кирилл поставил спектакль, мы стали следить. И Кирилл приезжал и поставил всё-таки 4 спектакля в национальном театре, и мы за всем этим следили. И было интересно, это предыдущий директор Оэрс Рубинис, которого даже за то, что он за это время придумал и сделал в театре, получил, я так понимаю, национальную театральную премию. Да. Это редкость вообще, когда директор театра получает. По-моему, впервые. Впервые. То есть национальный театр вот такого вырастил ещё и директор, который получил национальную театральную премию. Тоже гордость. Да. И мне кажется, что у вас ещё есть такая большая ответственность, всё-таки национальный театр подразумевает нерасторожимую связь с национальной культурой. Да. И при этом нужно быть очень современным, потому как театр любой должен быть современным. Вот как этот баланс соблюдать? Очень сложный вопрос. Мы очень много думаем насчёт этого с режиссером, который в штате. И главным артистом, не артистом, Макс Лнекс. Художником. Художником главным. Сценографом, да? Да. Вместе думаем, что такое национальное, что не национальное. Как говорить с людьми, с зрителями и на каком языке переводить то, что было написано, ну, например, 150 лет назад. Как это играть, что делать. Сейчас. Да. Сейчас. Потому что люди меняются не декадами, а просто каждый год другие люди. Мои дети, которые у меня три, но старшему девять, они вообще не понимают многое, о чём мне. Слауму не сочетать сейчас, да? Вот просто вот как бы как он есть. Да. Что там происходит? Почему они делают то, что они делают? Ничего не понимаю. Отец, расскажи им, ну, как это смотреть? А это важно. Это важно сохранить. И мне кажется, что вот этот спектакль, я всем об этом рассказываю и всем рекомендую. Я надеюсь, что вы будете его ещё играть. Хотя, наверное, это невероятно сложно сейчас, как бы на неполный зал. Вей ветерок, который вы сделали в юбилейный год, и он такой, ну, как называется, юбилейный спектакль, да? Он получился у вас в идеальном сочетании вот этого современного разговора на базе, как бы, ну, такой непререкаемого национального достояния. Вот так. Да. Да. Полностью согласен с вами, потому что там есть всё, что у нас, по-моему, сейчас очень важно. Держаться вместе, бить сразу и индивидуальностями, как бы, делать своё дело и бороться за своё право. Быть собой. Да. И уважать других. Да. Ну, и там язык очень красивый, конечно, художественный язык. Да, это раньше. Невероятный, совершенно. Да. И как подхватили и художница Моника Пормола, да, делала, и режиссёра Элла Марсиньковска, которые подхватили этот язык совершенно по-другому, вдруг это всё показали. И для меня, конечно, невероятное было открытие, как придумано, что страна – это люди. Это не нарисованные поля и горы и реки, а это люди, которые в этой стране живут. Это реальные люди, 130 танцоров на сцене. Удивительный спектакль. Удивительный. Я очень надеюсь, что вы его как-то потом соберётесь силами и восстановите. Да, мы ждём время. Да. А скажи, пожалуйста, я то на ты, то на вы, скажи, пожалуйста, ведь вот сейчас это такой непонятный переход, когда вы после перерыва трёхмесячного, да, даже больше получился перерыв, но вы начали работать в мае уже, выпуская онлайн-спектакли. Вы запустили проект, который называется «Белый куб», и он у вас будет дальше жить, я так понимаю, вы от него не отказываетесь. Но это студийный такой телевизионный театр. Да. Вы вспомнили старые времена, опыт 70-х советского телевидения, так скажем, когда через телевидение культуру вносили в массы. И вы решили это подхватить и попробовать сделать уже современными способами техническими. Вот вы вышли как бы вот в этом режиме, в постепенном, и потом, когда состоялась, когда состоялась первая какая-то работа, вот в августе, да, 6 августа вы начали регулярно работать? Да. Начали, да, 6 августа, но насчёт первой части вопроса, насчёт «Белого куба», это была моя задача. «Давайте придумывать, как жить, если мы как бы себе задаём задачу, что вот так будет всегда. Давайте придумывать, что делать. Есть театр вообще или нет? Что делать? И нам сначала казалось, что мы придумали что-то новое, что-то такое, что перед этим не было никогда. Потом просто постепенно мы поняли, что это было, но нам надо делать как-то иначе. И там мы поняли, что очень много можно сделать сейчас уже с всякими гаджетами, не знаю, там, потому что это очень-очень сложный процесс, который был не только снять спектакль, сыграть и просто поставить, не знаю, там, в онлайне, но есть спектакль, которыми использовались всякие там, не знаю, как это называется даже… Приложение, да, обработку. Приложение, когда актёр меняет своё лицо и даже место, где он находится, и это вместе работает, и музыка ещё, и это было очень сложно для нас. И мы поняли, что это, да, это не театр тот, который был, и не тот, который был прежде, вот как ты говорил о советские времена. Но нам кажется, что там можно найти что-то, что мы должны, можем делать в будущем, искать новые формы, как бы театр. Мы знаем, что это не театр в таком классическом сочетании, но это что-то, что очень-очень интересно для нас, и это оказывается и очень интересно для зрителя. Скажи, пожалуйста, а какой результат, вот есть у вас за это лето, вот то, что у вас это висит в онлайне, ты можешь зайти, купить вход и посмотреть этот спектакль, там очень такая совсем демократичная цена, как, не знаю, проехать на троллейбусе, да, там, или на такси. Как у вас вообще есть какой-то, как сказать, результат, вы понимаете, сколько было заходов на это? Да. Ну, расскажи, мне интересно. Каждый заход у нас считается, потому что это, ну, естественно, происходит в интернете, там все можно сразу понимать, что и как. Нас удивило, мы сначала думали, что это будет очень-очень мало людей, но потом оказалось, что это... Больше, чем мы думали, потом мы думали, что, о, может быть, надо как-то еще давить и больше получить, но это оказалось слишком серьезно на первый шаг. И это около 3, 3,5, даже 4 тысяч людей, которые посмотрели эти 5, потом 6 серии «Белого куба», которые уже было интересно, сделал учитель. И это, как я говорю, это первый онлайн, ну, такой для нас, для Национального театра, полнометражный, да, получил спектакль. Потому что первые эти 5 серий были по полчаса, потому что мы поняли, что у интернета больше сидеть нельзя и неинтересно. А потом мы как бы говорили с нашими зрителями, потому что после каждого примера было, ну, и в Zoom дискуссии с зрителями. Мы поняли, что можно и двигаться дальше и делать длиннее спектакль, потому что многие уже поняли, что не надо смотреть в телефоне или айпаде, но можно и подключить к телевизору. Можно сесть дома, уютно, со своими, не знаю, родственниками взять вино, не знаю, чай и смотреть, как бы, ну, кино, это не кино, это даже не театр, ну, вот что-то среди этого, не знаю. Вот интересный вопрос сейчас, дискуссии после премьеры, ведь это традиция, да, уже в театре, вы же делаете это регулярно. Я сама видела после одной премьеры, когда была, и вот мне очень интересно, что это за решение такое, показывать предпремьеры для студентов. Расскажи, пожалуйста, что это? Ну, сперва это первая публика, и это очень-очень важно для режиссера и для актеров. Просто первая публика, чтобы снять это напряжение с премьеры, чуть-чуть меньше делать этого напряжения. Во-вторых, это очень-очень важно насчёт того, что наш зритель в Латвии, он столько, сколько есть. Я уверен, если мы не будем говорить с поколением, которое моложе меня, ещё, не знаю, там, средней школы, даже ещё меньше, тогда мы просто пропадём, и не будет такого театра, не будет культуры, не будет вообще, не знаю, то, что мы называем Латвией, то, что мы называем нашей культурной какой-то среде. И это очень-очень важно. Поэтому мы делаем это, и сразу мы, ну, и есть этот второй, который я говорил сперва, это важно как-то посмотреть, как это смотрят люди. Потому что они тоже люди, наши зрители, что они понимают, что они понимают, что у них важно, что не важно, что они видели, что не видели. Ну, это... Что их возмущает. Да. И они очень серьёзно к этому относятся, и они как бы не стараются там быть политкорректными. Они говорят то, что они думают, даже если он первый раз вообще в театре. Я вот не понял это. Мне это казалось плохо. И мы сразу начинаем думать, что-то неправильно, что-то надо менять, что-то... Не всегда мы это делаем, но это очень важно в постоянном диалоге с зрителем. Хорошо. Тогда ещё один вопрос. Вы летом сделали такой эксперимент и показали, что театр – это не только актёры и зрители, но ещё и технологии. Это был такой, в общем, спектакль, я бы сказала, который придумали ваш художник по свету. И кто ещё с ним был? Актёр, да? Каспорт Зеиглс. Актёр, режиссёр. Тоже режиссёр. Ну, да. Пробует себя, да? И это было что вот просто? Почему вы вдруг решили это сделать? Потому что я сказал в театре, если у кого-то есть идеи, как жить, что делать, зная то, что мы знаем, и как можно оказаться... Как можно сидеть в зале зритель на то время... Вот это отдельная рассадка такая, да? На то время было 20, наверное, 25 людей в одном... В малом зале вашем, да. В малом зале. И они пришли с идеей, эй, давай сделаем спектакль, как бы, шоу, только с прожекторами. Я сказал, давайте делаем, а как вы это сделаете? Ну вот, будем ставить на музыку и постараемся рассказать историю, какую-то важную историю, чтобы люди что-то тоже получили, ну, какое-то удовольствие и только с светом. Только. Ну, музыка там тоже очень-очень важна, и как бы они работали, работали, потому что это очень огромная работа, что они сделали, чтобы поняли зрители, сейчас слушатели. Каждый этот прожектор, он каждую секунду надо, как режиссеру, дать команду, двигаясь там, показывая это, столько и не больше, и каждую секунду, и там около 200 таких прожекторов. Вложений разных, да? Да, прожекторов. Прожекторов. То есть 200 участников спектакля. Да, 200 участников, это около было, насколько я помню, 20 минут. Ну да, чуть меньше чат, получается. Ну, так можно посчитать, если каждую секунду, каждому надо дать команду, каждого прожектора надо поставить где-то и делать какой-то, ну, для них, для этих артистов важную вещь и как-то рассказывать историю. Ну, это был, это просто был очень-очень интересный театральный эксперимент с светом. Где вместо живых актёров на сцену вышло, вышли техническое оборудование, да? Да, это было интересно. И вы же тогда запускали, у вас там как бы был регулярный такой заход в течение нескольких дней, да? Да. Такой, ну, как по принципу художественной выставки вы работали, когда у вас там просто, ну, заход на определённый период времени. Да. А много тоже было людей? Полные залы. Полные залы, да? Три дня по три спектакля, каждый час один спектакль. Ну, да, там было несколько мест как-то не заняты, но это было насчёт того, что мы в самый последний момент поставили ещё четыре места, потому что мы поняли, что мы можем больше ставить уже. Скажи, пожалуйста, а ты вот сейчас смотрел спектакли в большом зале, когда неполный зал сидит? Да. Ты заходил, у тебя какое чувство? Я даже сыграл как актёр. Я как актёр ещё играю в четыре спектакля, два из них в малом зале, один мы сыграли. сперва чувства очень-очень такие, не совсем трогательные, такие, ну, не знаю, такие, это очень-очень беды, скумьи, очень тяжело это как-то понять, что происходит, потому что ты как-то с одним глазом видишь, что это очень-очень мало в большом зале. Но когда ты сидишь в зале и ты чувствуешь и слышишь, что на обе стороны зрители живёт с этим спектаклями, они чувствуют, но они просто меньше, чем обычно в большом зале. Ты понимаешь, что всё в порядке, спектакль происходит. Я хотела сказать то же самое, что я тоже вот сейчас очень боялась идти смотреть, как это будет, потому что для меня, ну, я продюсер, и для меня, например, полупустой зал – это всегда была трагедия. Ну, по разным причинам я переживала такие вещи в своей жизни, и для меня это самое плохое, что может быть, когда есть много заметно пустых мест. Но почему-то он по-другому дышит, действительно, зал сейчас. Одно дело, когда некупленные билеты в обычном режиме, и когда у тебя полупустой зал, и люди сидят, и ты чувствуешь зал совершенно иначе, там действительно есть такие пустые места. А как-то сейчас так получается, что ты приходишь, занимаешь эти места, вокруг тебя четыре места, и я, как зритель, чувствую себя, как будто это всё моё. Я заполняю это собой. Не зритель, то же самое, Гавриил. Это удивительно. Что чувства какие-то сейчас появляются, что это очень-очень серьёзно, и только для меня. И меня много здесь. Да. И я вдруг становлюсь больше гораздо. Не в смысле, что я там разъезжаюсь, а в смысле, что вокруг меня какое-то пространство, которое я сама заполняю вот этими впечатлениями от театра. И я чувствую, что между мной и соседом, который сидит там через шесть мест, пустоты нет. И это очень удивительное ощущение меня как зрителя. Да, другие зрители, это то же самое, говори. Это очень такое, ну, наверное, открытие для многих, которые забыли, как это есть играть, ну, не знаю, там, в зале, в котором сидит, не знаю, как мы играли. И когда я учился на улице Масково, был такой театр Скатуба, мы играли, ну, пять или шесть зрителей в зале, мы играли в спектакли, я тут был, ну, как-то так, ага, что мы здесь делаем, ага. Ну, это сразу забывается, и как-то был, ну. Ну, я могу сказать, что опыт мой вот тоже, когда у тебя пустые места в зале, они вдруг действительно сияют, ну, в обычном, да, когда вот мы до весны этого года мы вспоминаем. Если у тебя вдруг есть пустые места в зале, они как чёрная дыра, они как будто туда уходят всё. А сейчас этого вообще нет. Я смотрела премьеру спектакля «Дыхание в Дали стякле». Это первый, по-моему, который они попробовали ещё, когда был какой-то большой риск, когда они открыли огромный зал, и я сидела действительно, мы сидели вдвоём в половине ряда. Ну, то есть это было как-то совсем пусто. Но в финале спектакля, когда все начали аплодировать, я вдруг услышала какой-то общий гул вот этого зала, и у меня не было ощущения пустоты. Вот мы три дня назад играли спектакль «Валтерса Силла» и актёры говорили, ну, очень удивительная публика и эти все ощущения. Ты играешь как бы в пустом месте, без зрителя, а потом, когда ты клонишься, зал стоит… Целиком. Ну, они на ногах, ну, как это… Встают несколько человек, а ощущение полного зала. Нет, они аплодируют стоя, что «Спасибо вам, это было очень-очень круто». Ну, это вообще такой, ну, чего мы не понимаем, по-моему, до конца. И я думаю, что не поймём. Но… Ну, это… Я даже… Очень трудно говорить про это, и сразу там эмоции сразу… Эмоции, да. Потому что, ну, знаете, если как-то говорить не про театр, ну, вы делаете, делаете дело, которое никто не замечает. Как бы такое ощущение. Два с половиной часа у вас, вот такое ощущение, что никто вас не замечает. И после этого вам стоя говорить спасибо. Спасибо, что вы есть. Спасибо за спектакль, спасибо за истории, что вы там показывали насчёт Латвии. Это… Это… Ну, такие… Совсем… Ну, такие… Ощущения, по-моему, которые стоят, ну, очень далеко друг от друга. И они вместе в одном вечере с тобой происходят. Это… Это очень-очень… Извините за слово «круто». Ой, мне очень нравится. Давай на этом закончим. О том, что чудо всё равно происходит. Да. Как бы не прогнозировали какой-то упадок или что-то ещё, мне кажется, театр, он настолько живой, живое искусство. И оно действительно так нуждается друг в друге, того, что происходит на сцене, того, что происходит в зале, что… что действительно оно происходит. Да. Спасибо вам. Приходите… Приходите… На премьеры, следите за афишей. Да. И всё будет хорошо. Да. Без буслаби. Да. Спасибо вам. Спасибо.